Китайцы добрались до рынка БО автомобилей в России, уже в этом году китайская компания Дракон Линк планирует поставить в скреп державу более тысячи подержанных машин и я уверен, что это только начало Учитывая цены на новые иномарки, в том числе как будто бы отечественного производства автохламом в обозримом будущем, братья из Поднебесной нас завалят просто, слушайте, прикольно как, а Раньше Россию называли страной бензоколонкой, теперь осваиваем новые горизонты, превращаясь в китайскую помойку, причем в прямом смысле этого слова, то есть мы опять возвращаемся туда, откуда с таким трудом вырвались Бурные 90-е были временем стремительных перемен и смелых, неординарных людей, личностей, способных идти против течения, зовущих к новым целям и ведущих за собой массы людей Что происходит? Именно, я про 90-е, те самые, когда Россия была по уши завалена каким-то г***ом, простите, дешевым ширпотребом, откровенно некачественными продуктами, да и с машинами тоже грустно дела обстояли С востока и с запада в страну перли, целые автопоезда с тамошних свалок, это ведь все было, мы лоно и проходили, а потом Целых 24 года Владимир Владимирович и его команда поднимали рев с колен, ребятишки любили говаривать Мы оправлялись от лихих 90-х, ну что оправились, как по мне, так мы тупо в ту же точку вернулись, хотя нет, вру В 90-е у нас выбор был, с кем выстраивать партнерские отношения с Европой или с Азией, а лучше и с теми другими сразу К тому же, кое-какое наследие оставалось от бывшего Советского Союза, и оно тоже являлось некой палочкой-выручалочкой Сейчас ничего этого нет, есть только Китай, который с удовольствием закидает нам тем, что им негоже, а потом и вовсе объявит своей колонии и привет родителям Да что ты, черт побери, такое несешь? Думаете, краски сгучаю, ребят? Да мы уже плотно торчим на китайском кукане Мы уже от них во многом зависим и экономику им поднимаем по всем фронтам, осталось только поплотнее к юаням привязаться и все, приплыли Они хозяева денег, а мы так, обслуживающий персонал, тем более, что друзья-то не далее, как пару месяцев назад Частично запретили скрепдержавцам расплачиваться китайской валютой в Европе и в США без их ведома Ой, ну я не могу, это ж какими чудаками на букву М нужно быть, чтобы в попытке отвязаться от доллара и евро перепрыгнуть на китайскую бутылку Тут сами себя набутылить захотели Нет, зависеть от этих валют тоже не здорово, но американские и европейские турики хотя бы свободно конвертируются и принимаются к оплате везде А с китайской томакулатурой что делать, тем более, если они ограничений по ее использованию навтыкают большую глупость Ну разве что Скобеева не так давно несла в своей передачке для, ну вот для этих Не отказывайтесь от пары, тройки, десятки миллионов китайских солдат Сейчас бы прям то, что надо, то, что надо А почему вы так считаете? Почему нет? Ну почему? Вы что, только считаете, солдаты должны гибнуть? Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии Представляете, что человек говорит? Нам бы сюда миллионов десять китайских солдат, ты в своем уме женщина Хочется спросить, а впрочем, мои зрители и так все понимают Тем же, кого ударило по голове зомбоящиком Объяснять что-то бесполезное, это реальная журналистика Что ж ты, милая, смотришь тискоса, низко голову наклоня тема Сегодняшнего выпуска, это я про путинскую Россию Сегодняшнюю... Поехали! Ну и возвращаемся к теме выпуска прошлого Обещал продолжить, напомню, развенчивать всеобщее заблуждение О том, что мы с 91-го якобы живем при каком-то капитализме Кто не видел первую серию, посмотрите обязательно Так вот, это не так Ни при каком капитализме мы не живем Еще раз тогда зачитаю определение понятия капитализм Социальная и экономическая система производства Распределение, основанное на частной собственности Юридическом равенстве и свободе предпринимательства Ну, про юридическое равенство давайте сразу посмеемся Может хватит, ребята? Насколько у нас развит институт права, в том числе в области бизнеса Вы и без меня отлично знаете Поэтому данный пункт убираем из обсуждения Про свободу предпринимательства скажу чуть попозже Вот этот момент меня интересует Система, основанная на частной собственности Да я пойду в люк набухаюсь Я уже задавал этот вопрос, но спрошу снова А есть она у нас? Эта частная собственность-то была когда-то? Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил причины сноса ларьков Он заявил, что у столичного правительства есть цель Сделать город современным, красивым, удобным и безопасным Ларьки и пирамиды, по словам Собянина Украшают жизни москвичей Снос торговых павильонов, которые власти признали самостроем Начался 9 февраля Владельцы ларьков считают его незаконным Да ты шо? Вот, кстати, картинка, которая очень ярко характеризует отношение государства К той самой частной собственности 2016 год ознаменовался чередой скандалов в столице Где снесли сразу сотни, если не тысячи ларьков СМИ тогда пестрели заголовками Ночь длинных ковшей без разговоров Просто приезжали и сносили те киоски А ведь не просто так они появились Что бы ни врали в тот момент чинуши Типа самовольно предприниматели Их навтыкали, ага Попробуйте кто-нибудь поставить в центре Москвы ларек без спроса А потом мне только напишите Что у вас из этой затеи вышло? Вы меня рассмешили Дай вам бог здоровья Потому что уже конец рабочего дня Так в принципе уже спать пора Поеду домой с хорошим настроением На самом деле я долго думал Как правильно назвать ту систему Которая сегодня выстроена в путинской России Капитализмом она действительно не является Олигархии или плутократии по науке тоже У нас олигархов-то нет как таковых Есть приближенные к тем или иным башням Кремля К тем или иным чиновникам И вот где собака зарыта именно чиновникам В реале принадлежат самые сладкие Самые жирные куски В начале 90-х они все это себе прихватили В смысле партийная номенклатура Вчерашние комсомольцы Профсоюзные деятели и прочие Околоплавающие И вот так вот кормятся с тех коры До сих пор Любое предприятие Возьмите в России любое Или напрямую чиновник-депутат-генерал им владеет Или есть какой-то зиц-председатель А уже за зиц-председателем Стоит чиновник-депутат-генерал Вот вы заходите читаете его биографию Там преподавал в Ленинграде Потом сразу приехал в Москву И все возглавил вместе с Путиным Но на самом деле В 90-е годы Медведев Был одним из совладельцев И сотрудником такой известной компании Элим Палп Энтерпрайз Сегодня это крупнейшее предприятие И монополист в российской Целлюлозно-бумажной промышленности Тогда в 90-е они монополистом Еще не были Но уже активно стремились к этому И пытались скупать целлюлозно-бумажные комбинаты И все, что касалось отрасли лесопереработки Медведев был соучредителем Элим Палп Энтерпрайз Ну я не знаю, я не удивлю То, что не успели прихапать в 90-е Прихапали позже И опять же чиновники этим занимались Самый громкий пример из нулевых Пожалуйста, компания Юкос Которую как будто бы национализировали По инициативе великого кормчего Кстати, я не оговорился Когда произнес вот это Вот как будто бы национализировали А потому что никакой национализации Бря ли не было Одни братки отобрали У других жирный кусок Вот и все Точнее, высокопоставленные чинуши Пользуясь опять же своим служебным положением Прихватили крупнейшую На тот момент в мире Негосударственную нефтяную компанию Ты с этого Юкоса что-то получил по итогу? И я не получил Никто не получил По идее, нам должны были раздать какие-то акции И платить по ним дивиденды Но простой народ поимел Как сказал выше, дырку от бублика Бабки же потекли в карман Теперь уже Игорь Иванович Осечина И небольшой группы людей Обремененных властью Интересы которых Игорь Иванович На самом деле представляет То есть, когда Юкос принадлежал Ходорковскому И его друзьям Мы с тобой ловили оттуда ровно ничего И когда его национализировали Мы с тобой тоже ничего Оттуда не ловим и не поймаем Сколько бы Ваня не кричал В пьяном угаре Юкос наш! Что касается Ходорковского Я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме Но привели меня в том, что я украл всю нефть Которую произвел Юкос за все время Что я в Юкосе работал И плюс еще 70 миллионов тонн Пацаны вообще, ребята! Но самое печальное, что вот эти вот Аховые собственники Из числа чинуш Относятся ко всем этим украденным Присвоенным и отжатым предприятиям Наплевательски и потребительски Если хотите, они их не создавали Поэтому они их не жалеют Поэтому они их не развивают Они не вкладывают в них деньги В технологии, в перевооружение В профессиональный ура Рост персонала, наконец! Настоящие капиталисты Они как раз заинтересованы в притоке мозгов, например Во внедрении каких-то ноу-хау В том, чтобы предприятие двигалось вперед Поэтому вкладываются в образование молодых кадров Которых затем нанимают на работу В научные технологии В обновление оборудования Айки нет Для них оно просто корыто Из которого высасывают все, что можно После дарабят Распродают оставшиеся активы по частям И бросают умирать Оглянитесь, что вокруг вас Мало таких уничтоженных заводов и фабрик Колхозов и совхозов Да господи, зачем долго примеры искать Из свеженького, пожалуйста По итогам 2022 года Почта России Получила рекордный убыток В 30 миллиардов рублей Всего же накопленный долг предприятия Составляет 130 ярдов Компании не без труда удалось договориться С кредиторами о реструктуризации И избежать дефолта Сообщил нынешний топ-менеджер Волков На заседании Совета Федерации в июле Вдумайтесь просто 130 с лишним миллиардов долгов Мудрилась нахлопать почта России И это В эпоху, когда 80% покупок Совершается через интернет Да для логистов сейчас самое золотое время Прибыль можно составами грести Тем более для таких логистов Как почта России Отделение которой есть в каждой дыре На всем постсоветском пространстве А я расскажу вам как Я тут не поленился Посмотрел, кто возглавлял эту самую почту России В последнее время Вот этот человек И некто Акимов Максим Алексеевич Командовал там с января 20 по декабрь 22 То есть это при нем получается Дела на предприятии пошли из рук вон плохо А по какой же причине интересно Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос Предлагаю почитать биографию Господина Акимова и так Окончил Калужский пединститут По специальности учитель Дальше А вот это мое любимое Сразу по окончании института Возглавил аудиторскую компанию Ай талантливый какой Со студенческой скамьи Директора После еще интереснее Через два года Переходит на работу в правительство Калужской области Причем тоже на руководящие позиции Потом был главой управы Калуги Снова вернулся в региональное правительство В десятые переезжает в Москву Где надрывался в правительстве уже России Чув Так он же чиновник по жизни Причем тут почта России тогда А вот как раз при том самом О чем я вам всю программу Талдычу Похоже, мужчину Туда отправили Пересидеть, переждать Вот он два года Пересидел и чухнул Оставив эту несчастную почту На погибель Да с долгами В 130 миллиардов Инициатива алтайских депутатов разобраться, почему уменьшаются зарплаты работников почтовых отделений, получила одобрение в Госдуме. Обращение парламентариев региона к правительству и федеральному руководству Акционерного общества Почты России поддержал депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лор. Он сообщил, что обратится к коллегам по фракции с предложением пригласить на ближайшее заседание руководителя Почты России для всестороннего обсуждения ситуации. Если руководство Почты России проведет, как планирует, нормирование рабочего дня, времени с последующим пересмотром штатного расписания и снижением заработной платы почтальонам, случится массовый отток работников, сказал депутат. Что, конечно, чревато негативными последствиями для тех, кто проживает на селе. Честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Хотя вот это уже мишура на самом деле, это уже следствие. А причину я выше назвал хозяина нет, поэтому все разваливается. Чинуш вот таких присылают ненадолго, мол, пересиди, обожди, пока мы тебе новое место подыщем. Как вы думаете, заинтересован тот Чинуша в развитии этой почты? Да плевать он на нее хотел. Это все еще раз не ему принадлежит. По сути, его кресло директора. Постеречь пригласили, но он постерек как мог. 130 ярдов, долгое и проблем выше крыши. И у нас так везде, везде, подчеркиваю, куда ни сунься, картина примерно схожая. Поэтому, ну о каком капитализме мы говорим-то все время? Одни сплошные временщики кругом. Ой, а про распилы на госконтрактах не забыли? Как у нас любой крупный бизнес работает? Ну, вернее, то, что мы ошибочно крупным бизнесом называем. Мы именно на госзаказах сидят и миллионы пилят, ничего при этом не делая. Причем не системный бизнесмен, в смысле человек не из их системы. Пик, когда государственный подряд получит, даже если он трижды Илон Маск. Это уже о свободе предпринимательства, кстати. Но об ОНОМ предлагаю поговорить в следующих выпусках. И без того за рамки хронометража вылезли. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.